Сначала нужно научиться хотя бы, знаешь, ракетку в руках держать, и это тоже непросто. Нам в этом поможет вице-президент Федерации Тенниса в Республике Казахстан Юрий Польский. Доброе утро. Юрий, есть какие-то новости у нас вот с Австралией? Ну, буквально несколько минут назад наши ребята-парники Андрей Голубев и Александр Бублик выиграли матч свой первый. Ура! Поздравляем! Это здорово! Все-таки не зря нам сказали, что с победой вернутся, а есть медали. Поздравляем, это прям очень классные новости. Спасибо. Так, а вообще скажите, теннис это сложный спорт? Теннис это спорт, который похож на занятие музыкой, то есть нужно практиковаться, нужно много времени уделять, и нельзя бросать это занятие, то есть важна именно стабильность занятий. И, конечно, важно правильно подвести к занятиям теннисом, поэтому у нас сейчас реализуется программа многоступенчатая, мы начинаем с бэби-тенниса, когда дети больше занимаются с мячиками, то есть им еще не нужна ракетка, это с трех лет они больше занимаются координационными упражнениями. Трех лет в теннис? Да. Ну, смотрите, да, вот эти вот мячики, они больше и легче, кажется? Да, они больше и легче, они выше отскакивают, то есть их отскок выше, чем стандартный мяч, если он летит, и плюс его сильно не ударишь, то есть за счет этого скорость игры получается достаточно медленная, и ребенок успевает подходить к мячу, и ему легче осваивать технические навыки. То есть поэтому мы начинаем с таких мячей, с маленькой ракеткой, то есть чтобы у ребенка было ощущение, как будто он играет своей ладонью, да, то есть что мяч находится у него в ладони, и постепенно ракетки становятся больше, вы видите, вот уже, допустим, на зеленом мяче, да, это финальный этап подготовки именно в детском теннисе, уже ракетка большая, и мячики меньше. То есть они по размеру такие же, как стандартный мяч, которым спортсмены играют, но он все равно немножко мягче, и у него скорость медленнее, то есть таким образом ребенок проходит этапы, когда он овладевает всеми техническими навыками на красном мяче, он может переходить на оранжевый мяч, когда полностью освоит оранжевый на зеленый, то есть ребенок должен не только научиться играть, но он должен еще сыграть достаточное количество матчей. То есть очень важно, чтобы в нем турнирная практика была, чтобы ему стало нормальным выходить и чувствовать вот этот спортивный мандраж, и после этого он уже как бы усложняет игру за счет того, что другой инвентарь. И важно отметить, что с этим вместе, вот с этими уровнями развивается все тело, все мышцы тела, давайте посмотрим, какие мышцы задействуют и развивает большой теннис. Посмотрите, пожалуйста, сюда относятся к нам у нас практически все мышцы рук, правильно? Да, конечно. Вообще было много исследований, которые сказали о том, что теннис это, во-первых, спорт долгожителей, то есть можно заниматься и 90-100 лет теннисом, и плюс к этому гармоничное развитие всего тела спортсмена возникает, проводится, и благодаря этому даже есть исследования, которые пока что теннисисты самые сильные спортсмены. Что, ну давайте проверим, насколько сильным спортсменом могу быть я. Покажите, пожалуйста, как держать ракетку в руках. Так. Ну, смотрите, ракетку есть много хватов, да, но если брать основной при игре на задней линии, как я вам уже до этого показывал, да, у вас должна быть параллельно здесь большой палец, да, вот вы поджимаете, сильно не зажимаете. Так. Ощущение приблизительно должно быть, как будто вы держите птенчика в руке. А, птенчика? Да, чтобы он у вас не упорхнул, то есть вы достаточно сильно контролируете, да, но при этом не зажимаете, то есть не передушите его. Вот. И при этом у вас кисть должна разворачиваться, да, когда наносите удар, вы отводите руку назад. А как снизу или сверху это должно происходить? Сверху. Сверху и потом через низ. Вот так это происходит. Да. Таким образом вы под мяч ударяете, и мяч начинает получать траекторию восходящую. Потому что если вы будете бить сверху, он будет идти вниз, вы будете попадать, скорее всего, в сетку, да. А так вы можете контролировать это движение. Вверх, вот так. Ну, сразу возникает вопрос, знаете, я вспоминаю вот этот удар, и не могу не спросить, почему некоторые теннисисты громко кричат, кричат, отдевают. За счет выдоха они контролируют, чтобы у них был плавный процесс. Тут важно, вот как я говорил, в музыке, да, чтобы плавные были движения, не должно быть рваного ритма. То есть нигде не должно останавливаться движение, поэтому они кричат, да, они выдыхают, но они держат это на одной ноте. То есть важно, чтобы именно движение не прерывалось. За счет этого появляется плавность и управляемость процессом. Если в какой-то момент вы резко дернете, да, вы уже не будете контролировать, куда мяч полетит. То есть, скорее всего, в аут или в сетку. Здесь это именно гармоничность. А упражнения какие-нибудь, чтобы там вивать мяч, как-то тренировать руки, да. Когда только приходишь, да, вот на тренировку, допустим, с чего вообще нужно начинать, когда ты только приходишь? Да, первое, что нужно сделать, это почувствовать, во-первых, вес ракетки, да, которая у вас есть в руках, чтобы... Легкая, я чувствую. Но важно, чтобы вы его полностью оценивали, да. Хорошо, я, наверное, возьму мяч для детей пока, да? Возьмите. И начинаете... Выбить теннис. Выбить теннис, да. При этом старайтесь делать так, чтобы это движение было плавным и не было излишних усилий. Аккуратно. Так. Вот, вот, и так хотя бы до 100-200 раз надо доходить, чтобы у вас это уверенно было. При этом рукой... Вот, вот уже, смотрите, за 30 секунд уже сколько уверенности. Напоминаю, да, немного сковородку с овощами, когда ты пишешь что-то. Мазины, хорошее сравнение. Здесь, на самом деле, много технических нюансов, как это можно делать. Желательно, чтобы у вас кисть в этот момент не гуляла, потому что во время удара тоже она достаточно контролируемая, да. То есть вы ее можете просто приподнять вверх, вот так, да, и слегка зафиксировать. Таким образом у вас будут лишние движения убираться. И в этом плане у вас появится дополнительный комфорт и уверенность. Да, ну и потом можно переворачивать ракетку, то есть на две стороны играть, подкручивать ее можно, подбрасывать, ловить. Ух ты! Вот, вот, вот. Вот, вот, вы готов уже играть в теннис. Я уже готов играть в теннис. Да, мне тоже так кажется. И вопрос, который, наверное, назрел у многих телезрителей. Во-первых, сейчас нет ведь бесплатных секций по занятию теннисом? Или есть? Бесплатные секции есть. Они есть практически в каждом городе, да, и как у нас, потому что в Теннис тоже есть бесплатные. Прекрасно. Их количество, конечно, ограничено, но в этом плане сейчас новая программа, как вы знаете, по развитию массового спорта, когда государство будет финансировать. И частные клубы, чтобы они открывали бесплатные места, то есть будет субсидирование. Вот, ну и плюс к этому мы стараемся держать даже на платные группы достаточно недорогие цены, чтобы теннис был доступен в спорту. Спасибо, Юрий. Я знаю, чем я займусь в эти выходные. Я думаю, что многие наши телезрители. Благодарю вас за интересную беседу. Спасибо большое. Я, может быть, тоже теннисом теперь займусь? Конечно, конечно. Для девушек это вообще один из таких самых интересных. Началось с бэби-тенниса тоже. Спасибо большое. Да, впереди выходные. Спасибо вам. Спасибо вам, уважаемые телезрители, что были всю эту неделю с нами. Классных, ярких, позитивных и красочных выходных вам. Спасибо вам. Спасибо. Продолжение следует...